Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. Сегодня поговорим о приобретениях в магазине Подружка в октябре. И поскольку покупок было довольно много в этом месяце, я разделила их на два видео. Сегодня будем говорить о декоративной косметике. Я сделала так, чтобы никакая яркая одежда и никакие аксессуары не отвлекали вас от цветов, которые мы с вами будем пробовать. Сегодня весь мой макияж состоит из продуктов косметических, которые я приобрела в магазине Подружка. Сразу скажу, что самый лучший магазин Подружка, на мой взгляд, на теплом стане. Я часто бываю на юго-западе Москвы, и в торговом центре Принц есть магазин. Девочки там супер-супер вежливые, просто молодцы! Я очень часто консультирую персонала, даже занимаюсь подбором персонала, провожу тестирование персонала. Поэтому я как специалист вам говорю, стать руководством, премиум, премиум, если вы сейчас меня смотрите. Девочки, привет! Так, что сейчас я уже нанесла на свое лицо, чтобы сократить немного это видео. Не новинки, а мои приобретения из прошлых месяцев. На моем лице сейчас Кушан Ньют Мажик. У меня он в номере 01. Цвет называется Фарфур. Только при очень-очень близком рассмотрении его можно заметить на лице. Хорошее тонкое покрытие. 14 грамм. Не так много. Но думаю, что жить у меня будет долго. Как-нибудь расскажу вам, как я продлеваю жизнь Кушану. С чего я начинаю обычно свой макияж? Это я корректирую покраснение, которое бывает у меня на лице, вокруг крыльев носа, на подбородке иногда бывает. Такая вот чувствительная кожа. Эссенс. Я показывала вам его несколько раз. Корректор фисташкового цвета, который я наношу на проблемной зоне. Слегка прихлопываю. И они прекрасно маскируются. А зеленый перекрывает красноту. Средство для бровей. Мне очень нравится от Vivienne Sabo. Такой карандаш от Vivienne Sabo. Видите, он у меня уже заканчивается. 002. Он имеет очень красивый оливковый подтон. На колпачке кисточка. Колпачок, конечно, не вечный. Видите, он лопается. Но он и стоит 100 с небольшим. Кто ищет вот такой вот оливковый подтон, да, у кого натуральные волосы русые или темно-русые, то номер 002. То, что надо. Гель для бровей. Тоже от Vivienne Sabo. У него очень приятная кисточка. Лично мне она не нравится. А для меня она небольшая. Кажется, вполне удобная. Довольно мягкая, пушистая кисточка. Искусственная. Слишком много продукта не набирает. Прозрачный оттенок имеет. Очень мягко фиксирует. Конечно, для тех, у кого брови очень жесткие, он вам не подойдет. Но для моих мягких, кудрявых, фактически бровей, как и волос, это идеальное средство. Далее бронзер и вот такая вот пудра-хайлайтер. Няня от Everline. Все приобретено в магазине Подружка. Название этого цвета Glam Duck. Это номер 57. Замечательный бронзер. Мне он очень нравится. Как вы видите, я слегка корректирую овал лица. Пудра. Пудра довольно мелкая. Ее практически не видно на лице. Она дает слегка-слегка перламутровый оттенок. Очень красивый. Мне она нравится. Дополнительно вот на эти зоны я добавила немного люминайзера. Это такой вот Люми Можик от L'Oreal. Если вы смотрели мои видео с находками, вы знаете, что я использую эти средства также в тональной основе для того, чтобы придать лицу более светящийся и однородный цвет. Ну и, конечно же, буквально капельку на спинку носа и вот сюда. Первое, с чего бы я хотела начать, это тени. Тени я приобрела от двух разных компаний. Это от Everline и Catrice. Ни разу не пробовала, честно говоря, тени от Everline. Можик сразу убираю, он мне не нужен. Меня заинтересовали сразу же цвета. Какие красивые оттенки. Здесь есть и персиковый, и неоднозначно белый. Я не люблю чисто белый. Он такой все-таки молочный. Винный цвет. Сиренево-коричнево-винный. Вот такой вот очень интересный оттенок. Сейчас мы все будем пробовать. Самый светлый цвет наношу на все подвижные века. Как вы видите, он довольно перламутровый. Если у вас очень большие морщины в этой области, будьте аккуратны. Не используйте перламутровые оттенки. Они подчеркнут вам все недостатки. Он будет являться как бы подложкой под все остальные тени. Кстати, сейчас, как вы видели, я не использовала никакую базу под тени. Так что это будет очень честное тестирование данных продуктов на стойкость. Холодный довольно. Вот такой оттенок получается. Хорошо, что я сделала такое легкое скульптурирование теплым. Все-таки бронзером, чтобы не сильно был уставший вид. Бывает такой. Иногда дают оттенки холодные. Попробую использовать вот этот более персиковый оттенок. И положу его только на серединку века. Я очень давно, честно говоря, хотела приобрести вот именно персиковый. У меня как-то все не удавалось правильный цвет найти. Вот он мне сейчас очень нравится. Естественно, я тестировала пробники, которые всегда есть в магазине Подружка. Так что, если вы в чем-то не уверены, лучше сходите туда и все попробуйте. Такое ощущение свежести, отдохнувший вид сразу же придает. В общем и целом, персиковые оттенки мне очень нравятся. Немножечко пылят. Все-таки это очень бюджетная палетка. 130 с чем-то или 160 с чем-то рублей. То есть, ну прям очень-очень бюджетно. У меня довольно много палеток. Но я все-таки решилась приобрести ее именно вот из-за этого тоже персикового цвета. И вот из-за этого винного, который сейчас я предлагаю вам попробовать. В складочку века я сейчас положу вот этот вот, средний, да, цвет между винным таким и бежевым. Но он не сильно пигментирован, честно говоря. Придется несколько раз брать его. И в этот раз я приобрела вот такую вот кисть от DECO. У них, кстати, сейчас там акция. Если вы приобретаете на определенную сумму, что-то в районе 600, по-моему, рублей вам еще подарят классный шарфик. Кисть для растушевки. Не очень я его вижу, честно говоря, очень слабо пигментирован. Но, может быть, его стоит все-таки вот этот цвет. Знаете, класс не в складку, а как основной цвет. Не знаю. Посмотрим сейчас. Вот эти в уголочек. И буду растушевывать вот этой новой кисточкой от DECO. Поскольку тени немножко сыпятся излишки, я снимаю вот такую вот кисточку от Vivienne Sabo. И вот эта кисточка для растушевки от DECO. Не могу сказать, чтобы она была прям супер-супер мягкая. Но, в принципе, она из 100 с небольшим стоит. Это очень бюджетный такой вариант. Тушует она неплохо, как вы видите. Да, вот тени расходятся в такую дымку. Ворс пони. Он не будет никогда идеально таким прям мягким и пушистым, как если бы это был искусственный, например, ворс. Как вы знаете, искусственные кисти могут быть просто тончайшие, мягчайшие. Вот. Ну, в принципе, такой бюджетный вариант неплохой. За исключением вот этого фиолетового оттенка тени не сильно пигментированный. Ну, с другой стороны, хорошо. Можно сделать себе случайно такой театральный синяк вместо макияжа. Поэтому аккуратно вот так вот лишнее прям убираю, все растушевываю в дымку и делаю совсем такой полупрозрачный макияж, если он фиолетовый. Тени V-Line очень бюджетные, неплохие. Следующее, что я приобрела, это вот такая вот база под тени, может быть, сыворотка, как угодно ее называть. Это V-Line приобрела я ее, потому что вы написали, что она лучше, чем вот эта, которую я приобретала в первый раз. В золотой была на упаковочке. В принципе, по составу, я так понимаю, они не сильно отличаются, но вы сказали, что вот эта сильнее увеличивает. Давайте сейчас протестируем и попробуем. На правый глаз накладываю новую, Advanced Volume Bio Restoring Complex. Название красивое. Очень хорошие у них вот такие вот мягкие кисточки. Реснички становятся, как вы видите, абсолютно беленькие. Так получается. На левый глаз наносим SOS Lush Booster, тоже от Everline, уже в золотой упаковке. Кисточки у них абсолютно ничем не отличаются, как вы видите, да? Она как-то более прозрачная, мне показалось, при нанесении, во всяком случае, в прошлый раз. И как-то она не так густо наносилась, но давайте пробовать. Производитель рекомендует их наносить как бы в качестве, ну, такого бустера для роста ресниц, ну, и также для увеличения объема под тушь. У меня ресницы прям совсем какие-то все скрученные, они такие все очень кудрявые, именно почему-то на правом глазу, не знаю, какая-то я инопланетянка. Ну, на первый взгляд, как вы видите, да, результаты похожи. Давайте нанесем обычную тушь, которая мне, ну, ничего не делает. Покупала я ее не в подружке, поэтому даже не показываем вам, что за тушь. Никакого объема она абсолютно не дает. Вот сразу видно, что тушь сейчас как будто бы очень хорошая. Как будто бы она прям такая объемная-объемная. Получаются такие глазки, как коляски, очень большие. Видите, действительно, вот эти вот средства дают хороший объем. И они в этом смысле могут выручить даже самую-самую такую пропащую тушь. Эту тушь, в принципе, специально приобретала для того, чтобы прокрашивать нижние реснички. Я знала, что она дает такой очень естественный эффект. У меня длинные очень ресницы внизу, чтобы не быть куклой такой смешной. В моем возрасте нужно очень аккуратно краситься, чтобы иметь интеллигентный вид, тем более, что я педагог. В принципе, я так вижу, что немножко как бы они подсклеиваются. Но они сейчас у меня подсохнут, и я их прочешу. Наносим обычную тушь вот на этот глаз, на котором у нас SOS Lush Booster в золотой упаковке. Когда эта сыворотка не засохла, легче почему-то тушь наносится. Результат похож. Когда она подсыхает, видите, она меньше склеивает реснички. Они более такие разделенные. В этом смысле плюс. Тут у нас, видите, была она более такая мокрая. Мы сейчас немножко прочешем. Ну вот, смотрите. Я, в принципе, разницы не вижу. Может быть, вы что-то видите. Я делаю лично для себя вывод, что и та, и другая сыворотка прекрасно работают, как база под тушь. Если у вас есть тушь, которая ничего не делает, либо вам нужен вечерний макияж, вам нужен экстра объем, и вы не хотите покупать какую-то еще одну пятую, десятую, пятнадцатую тушь для экстра объема, которая будет пользоваться раз в месяц, допустим, ну, редко, то купите себе вот такую вот сыворотку. Они очень недорогие, и они, как вы видите, очень неплохо работают. Еще не хватает у меня на лице, конечно же, румяна. В этот раз я приобрела два варианта. Один более нежный от L'Oreal. Это номер 105. Вот такой вот очень красивый, я бы так сказала, лилово-розовый, очень красивый нежный цвет. Что интересно, здесь есть еще и кисточка. То есть, видите, вот такая вот двойная упаковочка. Знаете, для чего? Может быть, для контуринга будет неплохо. Она, как вы видите, имеет очень неплохую пигментацию. Смотрите, какой красивый сатиновый оттенок. Все такие очень красивые, нежные. Этой осенью я предпочитаю цвета, как вы видите, винные, фиолетовые, в лиловые оттенки. И, кстати, под зеленые и коричневые, и янтарные глаза отлично подходят фиолетовые, делает их еще более яркими. Сейчас я предлагаю нанести вот такие вот румяна от NYX. Косметика NYX для меня новая. Я практически не использовала ее ранее. Тона похожи, но NYX, они такие более насыщенные. Вот он, видите, второй более насыщенный цвет на руке. Очень они пигментированные. Смотрите, ребята, будьте аккуратны. Лишнее даже нужно будет убирать, наверное. При возрастном макияже только на яблочки щек накладывать не нужно. Будет смотреться очень неестественно. Чуть-чуть растушевывайте всегда все вверх, к вискам. И наверх уводите стрелки, и уводите наверх все тени, и, соответственно, весь контуринг, и все румяна. Это то, что рекомендуют визажисты профессиональные. Все подтягивать немножко к вискам, такой делать лифтинг чуть-чуть лица. Покажу вам все помады на губах, которые я приобрела. Предлагаю начать с NYX. Я приобрела три вот таких вот осенне-зимних, очень красивых оттенка на холода. Одна помада из них из интенсивной линейки. Она более должна быть плотная. Поэтому я буду наносить ее в самом конце. А сейчас попробуем из линейки Bata Gloss. То есть это такой увлажняющий блеск. Масляный, очень хороший, который хорошо увлажняет губы. Давайте начнем с номера 19. Прекрасно, как вы видите, сочетается вот с этими румяными. Будем пробовать. Вот такая красота. Несмотря на то, что это все-таки блеск, довольно насыщенный, как вы видите, по цвету. И очень освежает. Сейчас я покажу вам, как выглядит второй из той же серии Bata Gloss. От цвета упаковки он очень сильно отличается. Я его пробовала в магазине. Это будет цвет 20. Более насыщенный. Смотрите, какой красивый винный такой. Прямо многогранный оттенок, очень красивый. Вот не такой, как в упаковке. Он все-таки, видите, более малиновый. Вот так выглядит 20 цвет. Эти помады не стойкие. Они именно такие питательные, увлажняющие. Очень комфортно на губах, не липкие. Но они зато, видите, какие плотные. Я не люблю сухие помады, которые сушат губы. Для меня это и так большая проблема. Все время увлажняют губы. Так что вот это мой вариант 100%. На осень, по крайней мере, точно. Сталко стирать, но нужно. Я обещала вам протестировать сегодня все помады на губах. Нас еще ждут 4 помады. Поэтому стираем. И сейчас будем тестировать 2 помады от Catrice. Более темный оттенок это 30. И более светлый это 40. Начнем с 40. Спонжики, в принципе, у всех довольно удобные. И у NYX, и у Catrice. И сейчас у меня уже на губах светлый оттенок 40 серия Shine. Как вы видите, это абсолютно нюдовый цвет. Он не бросается в глаза. Он хорош, когда у вас яркий довольно макияж глаз. Либо на день, на работу. Особенно если у вас есть какой-то дресс-код. Или, например, вы собираетесь в институт, в школу. Он не будет сильно заметен. Практически не липкий. Очень приятное такое ощущение бальзама, я бы так сказала, на губах. И у всех у них ароматы такие вот легкой ванили. И у NYX, и у Catrice. Так, снимаю этот. Буду наносить номер 30. 30, как вы видите, более яркий. Такой насыщенный. Отлично будет бороться с плохим настроением, когда идут дожди. Я очень люблю в холода носить такую яркую жизнерадостную помаду. Это поднимает мне настроение. Ощущение ухода. А в холода у меня очень сильно. Я думаю, как и у многих. Сохнут губы. Поэтому и NYX, и Catrice рекомендую вам на холодное время. Такое ощущение, что я кремом просто намазала губы. Очень приятное ощущение ухода. Ни разу не пробовала помаду от Maybelline вот в такой вот их классической упаковке. Смотрите, как пулька. Мне она очень понравилась. Непонятно почему, но на них бешеная какая-то скидка. У меня номер 170. Смотрите, какой красивый цвет. Он немножко дуохромный. Отдает в синеву. Я поражена, что настолько бюджетная помада может быть такой качественной. По ощущениям она очень кремовая. Она не течет, не растекается, как в принципе ни одна помада, которую я сегодня попробовала. Все они такие очень устойчивые. Я имею в виду на губах. То есть, как они при носке, я пока еще не знаю. Я пользуюсь ими сегодня впервые. Аромата у нее нет вообще практически никакого. Помада Maybelline самая, на мой взгляд, стойкая. Стойкая, хотя это кремовая помада. Но, конечно же, она не настолько стойкая, чтобы пережить целый обед. И, конечно же, она оставит на бокале свой след. Но, тем не менее, это очень и очень комфортная помада. Удивительно, что за такую цену можно сделать такой хороший продукт. И эта помада от Maybelline немножко оставляет тинт на губах. С помощью пудры от Everline, кстати, она у меня чуть-чуть, видите, начинает высыпаться. Я затонировала немного губы, чтобы эксперимент со следующей помадой был честным. Это помада от Max Factor. Ни разу, честно говоря, не пробовала помаду от Max Factor. Как вы видите, в упаковке она гораздо более яркая, нежели в свой. Надеюсь, вам хорошо видно. Камера два раза разряжалась, поэтому начала я снимать это видео при дневном свете. Потом резко потемнело. Пришлось включить полное освещение. Извините, цвета могут меняться. Если вы ее кладете на пудру, так как я сейчас, она получается более плотная. Она тоже очень красивый, такой жизнерадостный осенний цвет для хорошего настроения. Очень вам советую вот такую помадку. И тоже, кстати, очень странно, но на нее тоже огромная какая-то скидка. Так получилось, что я выбрала две помады. Вот именно по цвету я выбирала, да, вот по этой крышечке. Странно, казалось бы, самые такие ходовые, красивые, ягодные, такие сочные, красивые оттенки. И вроде бы полупрозрачные, такие приятные очень помады. И тем не менее, на них сейчас скидка, так что поспешите. И теперь я пробую нанести вот этот самый насыщенный ягодный оттенок от NYX. Это Intense серия Batta Gloss. Аромат, как я уже сказала, у них у всех примерно одинаковый, чуть-чуть ванильный. Очень нравятся такие цвета. Помаду я сейчас оставлю на губах. Из всех трех помад мне нравятся все три. Так случилось, это бывает редко. Ягодно-насыщенный в Catrice мне нравится больше. И нюдовый, ну, в принципе, не сильно меня впечатлил. У меня таких много оттенков, честно говоря, я думала, что он будет более такой пигментированный. Бюджетные помады, как вы уже поняли, Max Factor и Maybelline, меня впечатлили очень. Такие прямо насыщенные, яркие, хорошие цвета. И про NYX я молчу. NYX вообще прекрасные. Я их теперь и люблю, и обожаю. Ни разу не пробовала. Вот сейчас вместе с вами проэкспериментировала. Последний продукт сегодня, который я вам не показала. Это вот такие вот чудесные, очень красивые тени от Catrice. Я их попробовала на руке. 1010 Touch of Rose. Очень красивый цвет, очень нежный. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, пожалуйста. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Под восклицательным знаком вот здесь я оставляю все подсказки на параллельные темы, а также интересные новые видео. И в описании к этому ролику, внизу под кнопочкой «Еще» я перечислю все номера и продукты, которые были использованы для макияжа в этом ролике. Я была рада провести с вами вечер. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok